Заявленная тема считаем очень актуальной и это тема, которая будет сегодня обсуждаться. Мы узнаем, какие положительные и отрицательные стороны тех нововведений, которые планируют законодательные собрания. Также услышим мнение сторон. Поэтому я предлагаю начинать. Пять минут времени на речь. По окончании круга обсуждения у нас будет время на вопросы. Все желающие могут задавать вопросы спикерам. Также по порядку в соответствии с очередностью. И также будет второй круг обсуждения. И также рамок вопросов. Ну и, собственно, слово предоставляется Камшеву Ивану Александровичу. Смена власти может произойти даже раньше, чем через 6 лет. И если сейчас власть как-то все-таки контролируется, удерживается, то при смене власти, конечно, очень большие шансы, что они власть потеряют. Потому что там такой финн с медведем уже не пройдет, а другого какого-то кандидата единого по сути дела нет. И, соответственно, если будет происходить смена власти, то, соответственно, тут большую роль тем, кто против этой власти действующей, сыграет интернет. И нужно готовиться к тому, чтобы создать или перебой с интернетом, или его полностью отключить. То есть в борьбе за власть, как говорится, все возможности хороши. Тем более, что у них имеется возможность принимать любые законы. Ну, как власть пользуется законом? Я, Борис Соломонович, здесь Яков Семенович, депутат Городской Думы. Мы как раз помним, как у нас в 2009 году планировались выборы главы города Кургана. Тогда он был кандидат, Герой Советского Союза, Валерий Бурков. И он был депутатом Городской Думы. Он с разрывом там два раза выиграл тогда выборы у будущего председателя областной думы Казакова. И он планировал участвовать в выборах главы города. И вполне понятно, что шансов у других кандидатов не было. Что у нас делает местная власть? Значит, на публичных слушаниях, которые проводят там по каким-то другим вопросам, стоит один из депутатов и говорит, вот ко мне обратился один из избирателей, значит, самой с просьбой, значит, отменить прямые выборы главы города. Значит, депутаты от «День России» тоже за это голосуют. Это было там четверг, пятница сдает в управление юстиции, в понедельник в управление юстиции вносит изменения в устав. И потом, значит, сколько мы там не судились, не редились, выборы не станут. То есть таким путем, значит, законодателям сумели избавиться, значит, от кандидата, который им не выгоден и оставить власть за себя. Ну вот сейчас вот происходит, по сути дела, то же самое. Куда Руденко делся? Если бы Руденко досидел до сентября, в сентябре состоятся выборы в городскую думу, выборы идут по партийным спискам, выборы для партий «День России» сложные. Вполне возможно, что они кворума не наберут для выбора главы города Кургана. Что делают? Снимают Руденко, дают ему там, где-то там, где-то там, где-то там, где-то там, где-то там, где-то там, теплое местечко. Тут же, значит, появляется кандидат, и нынешним составом городской думы они сейчас выберут главу города Кургана. А когда придет новая дума, скажут, у нас уже глава есть. То есть вот то же самое с этим интернетом. Я думаю, что вот мое личное мнение, что это подготовка к смене власти, чтобы держать ту власть, которая существует.